Всё-таки грузинские реформы недовершены. Это незавершённый проект. Поэтому многие сегодня реформаторы в Киеве, а не в Грузии. И парадоксально, что депутат парламента Грузии, он не у себя продолжает реформы, а он приехал к Киеву помогать. Мы сейчас будем обсуждать грузинские реформы. Нет, 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 нет. Второй, нет, второй, нет, второй, нет. Второй, нет, персональный, вероятно, что они собираются. Подождите, второй, подождите. Так в Украине были не закончены реформы, как они в Грузии не закончены, понимаете? Да, можно дослушать или нет? Ну, подожди, ну можно дослушать? Ну, я дослушаю вас. Ну, дослушаю, а потом говори. Ну, давайте, говорите. Уже говори. Второй момент. При всём уважении к опыту Литвы, балтийских стран, это небольшие государства. Раз. У них не было такой тяжёлой экономики, как у нас. Два. Восток и Юг Украины. Это в Грузии-то не было тяжёлой экономики. Куда, куда девать? И в Грузии не было, да. Это другая... В Грузии не было. Секундочку, секундочку. Это другая экономическая география. И три. Литва, страны Балтии, страны Чехии и так далее. У них была чёткая перспектива членства в ЕС и в НАТО. И была финансовая помощь очень большая Европейского Союза. А чего у нас нет? На структурные фонды. Нет перспективы ни второго, ни третьего? Нам кандидатства ещё не дали. Очень много проблем в Грузии. А нами не дадут. А нами не дадут. Вот что дело. Очень много проблем в Грузии. Вам не дадут. Очень много проблем в Литве. И даже в Соединённых Штатах есть проблемы. Я не... ещё раз говорю. Да подождите. Вывод, вывод. Ваша мысль понятна. Ещё раз говорю. Вывод есть? Реформы нужно делать. Реформы нужно делать. Надо второе. Мы слово реформы, реформы говорим. А что такое реформы? Это смена формы. Политики и экономики. Какая у нас будет форма экономики?